Денис Стоп, а мы тоже хотим еще раз Всем нравится бегать, когда ему аплодируют Я вас предупреждал Анна Луганина Всем привет Видите как, со второго дубля у меня все получилось Как вас много Это вечер Я слышала, что вы работаете практически до 11 вечера Поэтому для вас это, возможно, еще не так поздно О чем я хочу с вами сегодня поговорить А вот презентацию мою выведите, пожалуйста Потому что там важный есть момент Моя презентация сегодня, ну как презентация Это то, о чем я хочу с вами пообщаться Называется Я бренд Вот посмотрите на меня Вам меня представили Я сейчас немножечко так задыхаюсь, потому что я побегала Мне уже не 20 лет С кем-то из вас, возможно, я знакома С кем-то мы виделись, слышались на предыдущей В том числе территории смыслов Я здесь была 2 года назад И сегодня речь пойдет не о том, что я бренд Речь пойдет о брендах Всяких разных, всевозможных И в том числе о бренде персональном Вот у меня лично есть такое убеждение Что каждый человек Неважно, чем он занимается, что он делает Он должен вот то, чем он занимается И что он делает, делать это хорошо И вот я к этому пришла не сразу Спустя какое-то время я поработала Поучилась, поучилась, поработала Я поняла, что делай хорошо И это прежде всего поможет тебе самому Это поможет твоей семье Это поможет тому сообществу, в котором ты находишься Ну и в конечном итоге это окажет позитивное влияние На тот регион, в котором ты живешь На ту страну, в котором ты живешь Ну и в более глобальном масштабе Поэтому о чем я хочу поговорить сегодня с вами Я хочу поговорить о том, каким образом персональный бренд Влияет на общество в разных его проявлениях Потому что если говорить о персональном бренде Ну это очень такое понятие растяжимое И там есть очень много сегментов С которыми нам приходится прикасаться Вот я буду верна своей теории, своему тезису О том, что начиная с себя Мне кажется, что вот если вы начинаете с себя То это правильно Мы можем судить о людях, мы можем судить о вещах Но начинать нужно всегда с себя Ну давайте я еще раз представлюсь И вы поймете, к чему я клоню И почему тема сегодняшнего моего с вами диалога Так называется, что я бренд Меня зовут Анна Меня зовут Анна Я живу в Москве Но выросла и училась я в городе Иваново Есть кто-то из Иваново? У-у-у! В 2000 году я приехала в Москву И так вышло, что в 2002 году я оказалась в брендинговом агентстве Которое называется Депо И вот на протяжении уже многих лет Сейчас у нас 2019 Я нахожусь в этом агентстве Ну, соответственно, вы понимаете, что прошло много лет И все эти годы я так или иначе была связана с работой с брендами С разными брендами С личными, неличными продуктов, компаний, услуг, товаров Все, что угодно И сегодня я являюсь управляющим партнером этого агентства Хотя пришла я обычным помощником менеджера То есть я сделала карьеру, можно так сказать То есть я прошла определенный путь до того момента Как я стала управлять этим агентством К чему это я все говорю? Вот человек, девочка из Иваново Приехав в Москву, проделав определенный путь В какой-то момент стала иметь возможность влиять на общество Почему? Не потому, что я такая замечательная Потому что ту работу, которую я делаю Те ценности, которые я создаю в своем агентстве Они способны влиять на общество Они способны влиять не только на консумеризм То есть на потребительское общество Но и гораздо шире Идем дальше Работая в депо, естественно, было много возможностей И для самореализации, и для реализации моего бизнеса Так вышло, что получив профессиональное образование В сфере международной деятельности Я возглавила направление в депо, которое занимается международными брендами И мы вступили в альянс, который называется GLBA И в данный момент я являюсь членом совета директоров этого альянса Опять к чему я это говорю Вот работая в российском агентстве, в российском бизнесе Ты своей деятельностью влияешь на российский бизнес Если ты идешь дальше И ты общаешься со своими коллегами по цеху У нас сейчас 7 агентств, которые входят в наш альянс Ты свою деятельность распространяешь дальше То есть это уже не уровень твоей страны Это уже несколько выше Продолжаем То есть в сферу своей профессиональных обязанностей, деятельности Я много путешествую, даю лекции, общаюсь с людьми Вот на данном слайде вы видите Это Монголия, я была там в прошлом году Хотя это просто в качестве примера приведено О чем это говорит? Что говоря с людьми про брендинг Про все что угодно Вот про те ценности, которые есть у тебя лично Ты тем самым влияешь на общественное мнение Я ничего не хочу сказать Или вас как-то агитировать Но тем не менее Если какие-то мысли, которые вы сегодня После моего выступления После выступления других спикеров получите И вы их каким-то образом реализуете В своей деятельности То это будет значить что? Это будет значить что? Какое-то влияние вы получили Ну и завершая вот этот вот замечательный такой селф-промоушен То есть у меня нет задачи рассказать Какая я замечательная, классная, как я влияю на жизнь Я хотела показать на примере собственного опыта Что все возможно Это просто нужно делать, идти вперед В этом году я стала президентом Ассоциации брендинговых компаний России И это дает возможность не просто влиять на бренды, брендинг Или общественное мнение Это дает возможность влиять на индустрию Для меня это очень важно, потому что индустрия брендинга Это, ну вот я здесь надолго, что называется То есть это то дело, которым я занимаюсь И хочу продолжать заниматься дальше В этом году меня пригласили в жюри Каннских львов Для любого человека, который связан с дизайном или с брендом Если здесь есть такие, вы это знаете Вот фестиваль Каннские львы является таким маркером креативности И не только в дизайне Это вообще для всей коммуникационной индустрии Очень такой значимый маркер Почему? Потому что те работы, которые на Каннских львах удостоены Гран-при, золото, серебра, бронзы и даже попали в шорт-лист Эти работы задают вектор креативный для всей индустрии на следующий год И работа в жюри — это большая ответственность Потому что если у тебя есть возможность влиять на всю коммуникационную креативную индустрию Это, я вам, ребята, скажу, хорошая такая большая ответственность Поэтому сегодня Я... Привет, меня зовут Анна Луканина Тут перечислены все мои регалии И я могу изменить мир Ты можешь изменить мир Ты можешь изменить мир Вот здесь вот главная, та мысль, которая пойдет лейтмотивом сегодня В течение всего моего выступления Это подумай об этом И подумай, каким образом ты можешь поменять этот мир Вот если говорить об индустрии брендингов, в которой я нахожусь Я буду говорить только об этом Потому что, ну, я считаю, что если человек чем-то занимается Он это может говорить с листа Вот мне даже презентации никакой не нужно в качестве помощи Это больше вам, чтобы там проиллюстрировать какие-то мысли Как изменился брендинг и как изменились бренды Если раньше, ну, будем так говорить раньше Потому что есть раньше Здесь надо понимать, что когда-то было аграрное общество Потом индустриальное Сейчас мы живем в эпоху постиндустриального Вот человек, семья, сообщество, регион, страна, мир Это та цепочка, которая наиболее актуальна сейчас Я поясню, с чем это связано Вот в основе любой коммуникации, любой деятельности Ну, это я сейчас буду таким, это, hello cap, да, капитан очевидность Но лежит человек Поэтому начинать нужно всегда с себя Начинать нужно всегда с человека Ну, как, с человека себя И с человека, который лежит в основе вашей коммуникации То есть на что вы направлены Вот сегодня, когда я приехала Ну, вернее, не сегодня Когда ко мне организаторы обратились Сказали, ну, вот приезжай на территорию смыслов выступе Я думала, с какой же темой мне приехать О чем бы мне с вами поговорить Тем более, что аудитория такая большая Разнородная, молодая Я уже не очень думаю Ну, вот я буду говорить о том, во что я верю А верю я в то, о чем я вам сказала в самом начале Что начинайте с себя Инвестируйте в себя И это окупится Потому что вы здесь абсолютно из разных областей Да, то есть кто-то учится, кто-то работает Кто-то работает с государством Кто-то работает с брендами Кто-то работает в образовании Кто-то в здравоохранении Вот вообще неважно Если у вас в голове и в сердце и в душе Будет желание двигаться вперед И делать хорошо вот на том месте, где вы находитесь Я вас уверяю Вспомните меня через какое-то время Все у вас получится И не только у вас Вы сделаете хорошо тому обществу И тому сообществу На которое вы так или иначе влияете Вот я как президент ассоциации Так вышла Я первый год в этой должности нахожусь Но у ассоциации ей 10 лет Вот видите, у меня футболка Я в данном случае бренд ассоциации С собой представляю У меня есть такая возможность Потому что люди, общаясь со мной Так или иначе то, что говорю я И что из себя представляю я Они транслируют на ассоциацию На те ценности, которые я докладываю Вот в данном случае миссия ассоциации Это формировать репутацию страны Благодаря созданию сильных брендов Неважно каких Коммерческих, личных и так далее Это полностью соответствует Моему личному убеждению И я в это верю Если говорить о бизнесе Коммуникационном, дизайне, брендинге Вот я еще верю Знаете во что? Вот мы все имеем разный бэкграунд Мы все пришли из разных городов У нас разные с вами социальные, может быть, какие-то корни Но мы все хотим, чтобы вокруг нас было хорошо Красиво, чисто И то, чем я занимаюсь Визуальные коммуникации Этому могут способствовать Представьте себе То есть если ребенок вырос в хорошей среде Где все вокруг него красиво, ладненько, правильно, социально защищенно То есть больше уверенности Что этот ребенок впоследствии будет продуцировать какие-то значимые ценности Нежели если человек живет в каком-то не очень, так скажем, привлекательном мире И мое агентство, агентство, которое входит в нашу ассоциацию Мы инвестируем очень много для того, чтобы эту привлекательную среду создавать Есть такой термин английский, называется он brand impact То есть мы верим, что то, что мы делаем, оно в конечном итоге окажет позитивное влияние Бренды Слишком много я сегодня слов сказала относительно себя Хочу с вами поговорить о брендах вообще Они бывают разные Я не буду вам делать ликбез Вы без меня все прекрасно знаете Какие есть бренды, есть фэшн-бренды, есть бренды компаний, есть бренды услуг Есть бренды банков, есть бренды еды, есть бренды компаний, корпораций, а есть бренд страны Скажите, кто-то из вас был на моем выступлении два года назад? Были? Когда мы говорили, ой, смотрите, даже кто-то был Вот для вас я хочу отчитаться Два года назад мы с Олегом Петровичем Сафоновым рассказывали про конкурс на разработку туристического бренда нашей страны И тогда я приезжала с 10 разными брендами, это были логотипы В конечном итоге был выбран вот этот, который вы видите Но о чем я хочу сказать И сейчас он, кстати, дорабатывается, разрабатывается, имплементируется Поэтому в скором времени вы увидите О чем я хочу сказать Вот вы на него смотрите, кто-то качает головой Говорит, ай-яй-яй, что-то непонятное мне А почему такие углы? А вот что-то... Ну вот есть наверняка такое мнение Мнения разные Кому-то нравится Вот смотрите, что такое бренд Бренд это не картинка Хочу я вас вот обрадовать Вернее, картинка это и есть составляющая бренда Но когда мы говорим о бренде Неважно, будь то бренд компании, либо бренд персональный Это вообще не картинка Человек может выглядеть по-всякому Но тем не менее он может являться брендом Точно так же и с брендами потребительскими, компанией услуг, коммерческими То есть это не картинка Картинки одной мало Давайте поговорим, почему мало одной картинки Вам понравилось, да? Я рада Я вот думала, вы заметите или не заметите этот слайд хороший О чем он, да? Общество и бренд Взаимное влияние Вот казалось бы, ну слайд на самом деле Он как бы метафоричный, говорит сам за себя То есть каким образом Общество влияет на тебя, на меня Ну вот на человека И каким образом человек может влиять на это общество Я уже сказала пару слов Относительно вообще вот эволюции общества Эволюции брендинга Самое главное, что здесь надо отметить Что бренды, они всегда рассказывали Рассказывают и вероятно будут рассказывать истории Есть термин сторителлинг Вот сторителлинг это про бренды Потому что если вы просто нарисовали какую-то картинку Не важно, хорошая она или плохая Вот бренд России вы видели Это картинка Но если за этой картинкой не стоит какой-то истории То картинка останется картинкой Пару слов вообще, откуда это взялось Ну изначально брендов никаких не было То есть было общество Но в этом обществе все равно появлялись какие-то истории Там мифы и легенды Какие-то там разные-разные истории То есть люди рассказывали истории для чего? Для того, чтобы сформировать какой-то мир Какое-то комьюнити Вот рассказывали истории про звезды Вот мы смотрим на звезды Они же не сами эти описания откуда-то взялись Это же люди придумали про большую медведицу На самом деле ты посмотришь, это звезды и звезды Ну и так в каждой индустрии, в каждой области Потом мы вошли Ну я буду такими совсем крупными мазками рассказывать Потом мы вошли в индустриальную эпоху Когда уже появились товарно-денежные отношения И потребовалось продавать эти товары И тут уже появились бренды в нашем понимании Это длинная такая эпоха Когда нужно было купить-продать Просто так ты вот фиг продашь Ну купить-то купишь, да? И нужно было рассказать А чем же твой товар или твоя услуга лучше вот того парня, да? И тогда появились всевозможные правдивые и вымышленные истории Вы прекрасно их знаете Мы знаем, какие легенды стоят за фэшн-брендами Либо за брендами компаний Поскольку я с этим каждый день работаю Вот я предпочитаю все-таки правдивые истории Хотя есть разные, да? Там какой-то боярин сытоедов Что за боярин? Почему он сытоедов? Но тем не менее вот как-то люди верят в это Что сейчас? Как изменилось вообще общество И как изменилась индустрия брендинга? Вот значок вот этот вот Wi-Fi, да? Он здесь не случайно Потому что в эпоху цифровизации Вот у нас сейчас все стало прозрачно И если раньше можно было Вот как это называется Сказки Булонского леса Рассказывать какие-то истории вымышленные То сейчас люди в это не поверят Сейчас очень важны правдивые истории Новые истории И вот несколько слов о том Какая это должна быть правда И о чем должны быть истории И как быть актуальным сегодня Опять же давайте договоримся с вами о терминологии Когда я говорю бренд Под этим понятием Под этим термином я имею в виду Любой бренд Человека, как персоны Йогурта, мороженого Компании и так далее Вот что такое бренд сегодня И каким образом он должен быть выстроен Чтобы быть актуальным Возвращаясь опять к началу Моего сегодняшнего с вами Ну пока это монолог Но я надеюсь, что в скором времени Не будет диалог Человекоцентричный бренд Вот человек в основе Это то, что правит Это то, что востребовано Вы сами это знаете И сами это видите Сегодня от бренда ждут Самоуважение Самовыражение И самореализации Натягиваем это Предположим, на персональный бренд Мы это видим Мы это знаем Мы хотим чувствовать свою нужность Если мы эту теорию перекладываем На бренды потребительские Мы тоже Мы хотим покупать что-то Что идентифицируется с нами Со мной Я хочу покупать какой-то продукт Или пользоваться какой-то услугой Потому что это позволяет мне Самовыразиться Либо самореализоваться И вот эти важные аспекты Необходимо учитывать Когда вы соприкасаетесь Либо формируете Либо работаете с брендом Я понимаю, что не все из вас Будут когда-либо Заниматься разработкой брендов Но это сейчас не важно Потому что бренд Он сидит в нас То есть вы здесь все приехали Не просто так Вы приехали учиться Вы приехали взаимодействовать Кто-то из вас хочет Стать в конечном итоге брендом А кто-то из вас будет работать Наверняка будет работать В компании Либо на предприятии Которые будут производить Эти самые бренды Поэтому вот эти вот вещи Необходимо учитывать Ну как бы другое дело Что возможно все поменяется Потому что жизнь сейчас Двигается гораздо быстрее Но тем не менее Вот форбс провел исследование И по результатам этого исследования Есть такое наблюдение Что 75% людей в мире Хотят, чтобы бренды были удобными Они соответствовали бы качеству жизни человека А также бренды должны помогать Благополучию не только самого человека Но и благополучию в мире способствовать Вот это вот важный момент Мы к нему чуть дальше еще вернемся И вот эту вот красную строчку Которую я хочу пустить Прямо вот на протяжении всего Моего сегодняшнего выступления Человек, семья, сообщество, регион, страна, мир Это очень важно Я вчера в стриме смотрела Лекцию Валерии Косомары И она провела очень Такой, ну на мой взгляд Удачную параллель С кругами на воде Вот это как раз про то Если ты как человек что-то сделал Если у тебя есть какая-то возможность Как-то повлиять на ситуацию Сделай это Потому что вот эти круги на воде Они пойдут Они пойдут И вспоминаем вот эту строчку Но что здесь важно отметить В дополнение к сказанному Если ты это сделал один То круги закончатся Если сделали несколько людей Вот такое вот самое волнение По какому-то вопросу То вы видите Круги они пересекаются И таким способом Сделают возможность Добиться какого-то результата Наилучшим образом То есть соответственно Вот делая что-то вместе Мы получаем синергию И мы получаем накопительный эффект Соответственно О чем это? То есть хорошие Выразительные бренды Которые мы создаем Будь то персональные Либо какие-то иные Они мотивируют Других участников рынка Они помогают Другим людям Компаниям Инвестировать в развитие А также желание повторить Либо улучшить Что важно Потому что мы же живем с вами В мире В котором требуется прогресс Потому что мы все Не оглядываемся назад Мы бежим вперед И говоря об этом прогрессе Здесь вот хотелось бы отметить Что в понимании Современных мировых брендов Является прогрессом Все вы знаете Кто-то играл Кто-то играет У кого-то дети Возможно Бренд лего Знаете А знаете Что стоит в основе Философии бренда лего Есть какие-то предположения Безопасность и здоровье Если проглотить Все это естественно видит Но это как бы любое Если проглотить Если не острое Еще какие-то есть теории? Вот правильно Вот молодец Вот хороший ученик Правильно все слушал Человек На самом деле В основе бренда лего Лежит человек И здесь Я бы хотела отметить Что это не в основе бренда лего Которым дети играют Ну в смысле там тоже Человек Маленький человек Это Это наше будущее То есть соответственно Компания Инвестируя в человека В одного Их там много Она инвестирует в будущее Почему? Я вот так вот хитро подвожу К некой такой социальной миссии Потому что компания лего Она не просто производит Игрушки Либо образовательный инструмент Потому что все игрушки лего Они развивают творчество Они развивают фантазию То есть это Образовательный инструмент Компания лего Смотрит Дальше И шире На экране вы видите Лего фоундейшн Это лего фонд Который был создан для того Чтобы думать о людях Разных людях Сейчас много обсуждается Во всем мире На глобальной повестке Стоит вопрос инклюзивности Потому что инклюзивность Это намного шире Чем люди с ограниченными возможностями Но в данном случае Лего говорит о том Что мы создали фонд Для того чтобы помогать человеку Маленькому человеку Неважно в какой он стране Если у него нет возможности играть Мы сделаем такую возможность Предоставим эту возможность ему Они обучают Обучают не просто Строить космические корабли И это тоже Вот здесь вот вы видите Например Plants Как он там называется Извините Plants from plants То есть они обучают Маленьких детей Вопросом защиты окружающей среды То есть устойчивому развитию Сустейнабилити Это все конечно же влияет на человека На его развитие И потом эти маленькие люди Будут ведь где-то работать Они будут дальше нести это все дело Или детки с ограниченными возможностями Ну в данном случае Здесь вы видите пример Это слепые дети Могут играть в лего Потому что компания позаботилась И о них тоже Когда мы говорим Насколько бренд может повлиять на общество Вот мы не забываем о том Что у бренда Особенно у крупных коммерческих брендов Есть для этого все У них есть репутация У них есть сильная команда Маркетологов, менеджеров, управленцев И у них есть деньги Что уж там Потому что конечно же без денег Это было бы сделать намного сложнее Но тем не менее Вот когда мы говорим о лего И рассматриваем все вот эти вот активности По отдельности Все вместе Это складывается в некий образ Образ хорошей компании Которая заботится о человеке И распространяет вот эти вот круги на воде Потому что человек, семья, общество, мир и так далее Так вот актуальный бренд должен В моем понимании Обязан рассказывать историю Которая делает этот бренд Неотъемлемой частью общества Я знаю, что скоро у вас ужин Но тем не менее Покажу несколько примеров из жизни Которые возможно стимулируют ваш аппетит Знаете этот бренд? Можете произнести? Как называется этот бренд? Вот, смотрите, есть среди нас Кто сказал Kentucky Fried Chicken То есть, конечно же, бренд сейчас называется KFC И, ну, как бы было бы глупо тут это написано Kentucky Fried Chicken когда-то он назывался А вы знаете, почему он сейчас называется KFC? Так проще Так проще Еще есть какие-то варианты? Потому что вы купили Так, нет, пока нет Давайте, говорите, говорите Еще Запоминается проще? Нет, это уже было Еще какие-то есть? Это запоминается легче? Нет, еще Нет, K4Children Нет, Лего к этому не имеет отношения Слава Богу, пока Нет, название поменяли, оставили брендатуру Да, а почему? Ну, думайте, думайте Вы же Дешевле печатали? Ну, нет, это как бы краски меньше Да, я понимаю, но не до такой степени Так, я уже сейчас Я понимаю, что умственная деятельность уже Да, пожалуйста Тайну? Нет, нет тут никакой тайны Нет, не дело визуализации, нет Ну, можно, конечно, буквы заложить Но они не закладывали, нет Хорошо, давайте я сделаю подсказку Вот мы живем в современном мире Какой сейчас один из самых главных трендов В нашем современном мире? Ну, вообще в социуме, в обществе Айфон? Айфон? Нет, нет, нет Подсказываю Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни Вот молодой человек получит сегодня приз какой-нибудь, наверное Потому что он на все вопросы отвечает правильно Такое у меня есть ощущение, что вы, наверное, мою презентацию как-то видели Хотя я ее сделала буквально на днях Здоровый образ жизни Ну, дальше я думаю, что вы уже догадались Kentucky Fried Chicken Какое слово плохое? Fried, правильно Kentucky Fried Chicken То есть компания, которая производит, ну, казалось бы, вообще неполезные вещи То есть это, ну, как ни зож ни разу Но, тем не менее, они же в социуме Они же должны думать И вот, ну, как бы мы с вами должны это потреблять Я не хочу потреблять фрайт Хотя я буду есть фастфуд, фастфуд он будет вечно жить Поэтому Kentucky Fried Chicken стала KFC Потому что вот это вот слово, которое раздражает немножечко Ой, извините, оно лишнее Доверие к бренду должно быть То есть если к бренду не будет доверия Если бренд не будет соответствовать тем социальным изменениям, которые происходят в обществе Ну, мы просто пройдем мимо него Вот, например, есть еще одна компания Она буквально, ну, на днях, да, там совсем недавно провела ребрендинг Компания Dunkin' Donuts, да? Ну, здесь-то вы уже понимаете, в чем дело Потому что слово Donuts, оно, как и слово Fried, не очень хорошее Это пончик, да? То есть компания, которая продает пончики, она пошла еще дальше То есть KFC хотя бы оставила аббревиатуру А эти товарищи, они вообще Donuts убрали За что им вот большой там респект и уважение Ну, и еще один пример Ну, что же у меня как все скачет-то? Еще один пример тоже из фастфуда Раз уж мы про фастфуд заговорили Есть такая компания Burger King И здесь уже другой тренд Тренд, который называется Это не секрет и ничто не новое Это человекоцентричность То есть внимание к человеку Что это такое? Я поясню В какой-то, сейчас уже не вспомню, испаноговорящей стране Burger King провел такую акцию Он сказал, что у нас огромные пробки Но вот в пробке людям еду не доставляют Когда ты стоишь в пробке, все мы стояли У нас там возникают возможные потребности В том числе голод Мы едем вечером с работы Или там из института Есть хочется, но у тебя еще стоять и стоять в этой пробке Что сделал Burger King? Он разместил окошки заказа еды Где написали, что дорогие товарищи Эта пробка 100% в 48 минут еще будет длиться Поэтому закажите еду Мы вам доставим прямо в пробку Ваш пакетик замечательный И что вы думаете? Это пользовалось мега-мега вообще успешным Фидбэком от потребителей Потому что, ну конечно, классно же О чем это? Возможно, это не будет на постоянной основе Хотя, почему бы и нет Я не знаю, как это будет развиваться Это достаточно новая такая история Но это говорит о том, что Да, бренд продает не очень полезную еду Мы сейчас не про продукты Мы сейчас про бренд Но этот бренд обо мне подумал Вот никто не подумал, а этот бренд подумал Я люблю этот бренд Думает так потребитель И это классно Это то, что мы должны добиться Когда общаемся с людьми друг с другом То есть мы хотим понравиться И мы хотим сделать все правильно Ну вот еще один тренд Это эксклюзивность различного В английской версии Это инклюзивити энд диверсити Да, называется Это тренд, который везде Повсеместно Вот куда бы вы ни приехали Он есть Он есть и у нас Но если мы посмотрим вокруг Про это говорят Но очень мало делают И это тоже один из, скажем так, трендов Одна из тенденций На которую нам не стоит закрывать глаза Потому что люди бывают разные Я вот сейчас пришла с сумкой Про женщин что-то Потому что вот гендерный дисбаланс У нас все равно есть Хорошо это или плохо Ну, как? Наверное, не очень Потому что все люди должны быть разные Неважно, каким ты родился Какой у тебя цвет кожи Все ли у тебя в порядке со здоровьем Ты человек И вот важно, чтобы бренды Люди-бренды Люди это понимали И про это говорили Персональный бренд Ну, я как-то подвожу все-таки К началу выступления своего И к теме сегодняшней Я-бренд Что такое персональный бренд? Я как человек Ну, не я как человек А человек как человек И мы хотим сформировать о себе мнение Потому что, ну, что такое бренд? Бренд это какой-то вот комплекс Каких-то мнений, суждений О вещи, услуги, человеке Но для этого тебе сначала Нужно создать этот комплекс То есть для этого тебе сначала Нужно что-то сделать Чтобы о тебе как минимум узнали Неважно, на каком уровне Есть люди-бренды Которых знают на мировой арене Есть люди-бренды Которых знают совсем в узком комьюнити Я наверняка уверена Что среди вас здесь есть Хотя вы только еще недавно приехали И уже люди-бренды Потому что это тоже персональный бренд Здесь есть Если мы рассматриваем критерии То очень много разновидностей Вот этого понятия Этой дефиниции Но что объединяет персональный бренд Или виды персональных брендов Вот, на мой взгляд, объединяет правда Для чего вообще персональный бренд нужен Да, вот в современном мире Мы говорили о том Что у нас такая сейчас Трансперенция Такая прозрачность В эпоху соцсетей Ну там вообще ничего не утаишь И правда, она очень важна Когда мы смотрим на Почему у нас блогеры Вообще вот эта вот тема Блогеры, они же тоже строят Свои персональные бренды Почему они востребованы Да потому что я на них смотрю Вот я вижу Вот она сидит Рассказывает Вот ее там собака Вот ее кошка Вот у нее там бардак какой-то на кухне Это правда Я ей верю Потому что она или он Такой же человек, как я И бренды, компании этим пользуются И люди этим пользуются Создавая вот такую вот ауру Создавая какое-то представление о себе Но если мы посмотрим дальше Ну вот эта вот тема с блогерами Если мы посмотрим дальше Относительно использования вообще человека В качестве бренда Или человека, как некого инфлюенсера Который помогает бренду Здесь относительно правды Ну правда у всех своя Но тем не менее Вот на экране вы видите Это кадр из ролика Сосисок Клинских Я не знаю, кто-то из вас видел или нет Я кратко расскажу Сосиски Клинские Говорят о том, что люди для людей У нас работают люди Вот они показывают в ролике HR-директора Они показывают технологов Они показывают людей Которые каждый день для нас стараются Чтобы эти сосиски сделать Они таким образом хотят коммуницировать персональную ответственность То есть они говорят, что мы не просто компания прода Которая вот там вот в индустриальных масштабах Эти сосиски производит Мы вот люди для людей Вот у нас человек самое главное Но когда они мне подсказывают Ничего личного Ну вот условно технолога Почему я должен верить технологу? Я не знаю Вот я не знаю почему И персональная ответственность в данном случае Ну это субъективно То есть вы можете не разделять мое мнение Она Ну мне не очень Заходит А вот это вот другой пример Например, если вы были в прошлом году На территории смыслов И имели возможность познакомиться С господином Штефаном Дюром Видели? Вот Смотрите, как здорово Вот Штефан Дюр Я не знаю Произвел он на вас впечатление или нет Он на меня лично произвел Это мой хороший знакомый Бренд Аканива был сделан в депо И мы дальше продолжаем их поддерживать Вот это другая персональная ответственность Этот человек Который работает в поле Который создал этот огромный бизнес Который его продвигает Который переживает Знаете, как он про коров говорит Да мои коровы Они едят самое лучшее Ну, я не могу ему не поверить И когда этот человек говорит Я готов отвечать За каждую единицу своей продукции И я готов свое лицо поставить на упаковку Вот по мне Это персональная ответственность То есть это Дорогого стоит За что Штефану большое спасибо Это вызывает доверие Потому что Когда мы говорим О персональной ответственности Это что? То есть я хочу верить бренду Я хочу верить человеку Вот Либо я ему верю Либо я просто прохожу мимо Да, то есть это не значит Что я буду бороться как-то там Или там не покупать Или еще Ну, не знаю Говорить плохо Я просто вот либо верю Либо не верю А в коммерческом бизнесе В коммерческие бренды За это голосуют рублем Извините Поэтому доверие Поэтому доверие очень важно Возвращаясь опять к людям И к персональному бренду Есть такое понятие Модное, да Инфлюенсеры То есть это те люди Которые уже сделали себе бренд Которые сделали себе имя И которые влияют на общество Говоря что-то Показывая что-то Делая что-то Ну и общество влияет на них Вот есть категория Лидеры мнений Да, эксперты Опять же Это моя субъективная оценка Вот мне кажется Это наиболее такая Релевантная категория И мне как-то они лично Симпатичны Ой, нет Сейчас, подождите Я раньше времени показала Ну ладно Стэн Смит Это что? Модель кроссовок Еще какие-то есть опции? Ну скорее теннисист Ладно Хорошо Я думала, что может быть Вы не знаете Потому что сейчас Среди молодежи Очень много сникер-хедов Вот Стэн Смит Ой, я не в ту сторону листаю Извините Действительно Стэн Смит Вот я даже провела Такой вот поиск Чтобы не быть голословной Сегодня Я набрала в гугле Стэн Смит И мне вывалилось там Миллион всяких Ну они не всякие Это одна модель Это миллион кроссовок От компании Adidas Но Стэн Смит Это человек Это теннисист Стэнли Смит Теннисист Который Не проиграл Больше там 90 матчей Камон Какие кроссовки Это человек Но Мы знаем его Как кроссовки Почему? Потому что Человек Который сделал себе бренд Играя в теннис Делая то дело Которое Он хочет делать Распространяя Вот это вот добро Вот эти вот круги Его попросили Быть инфлюенсером Для бренда Adidas И не прогадали Потому что сейчас Вот он такой И недавно Была выпущена книга Которую Кто английский знает Может прочитать Которая называется Некоторые люди думают Что я обувь Стэн Смит Потому что Человек Представляете Человек живет Ну ему сейчас там Много лет И он думает Что Ну вот А меня знают Не знают Но все знают Зато обувь эту Блогеры Ну про блогеров Я не буду много говорить Здесь Вы мне Наверное Потом расскажете Потому что Вы больше в этом Разбираетесь Чем я Но я вот хочу сказать Про селебрити Несколько слов Это тоже инфлюенсеры Это те люди Которые Сделали себе имя И которых бренды Коммерческие Привлекают Для того Чтобы продвигать По всей видимости Должны продвигать Идею самого бренда То есть Здесь важен Вот этот вот Мэтч То есть Здесь важно Вот это совпадение Чтобы тот имидж Который есть у селебрити И тот имидж И то позиционирование Которое есть у бренда Они совпали Иначе получится Ну Не очень получится И если мы Говорим О селебрити И о тех возможностях Ну Всем понятно Да Вот у вас здесь Есть вода Вы говорите Вода с бузовой Да Хотя неизвестно Бузовая это или нет Но все говорят Ну селебрити Классно Это ассоциация Первого порядка Если мы посмотрим Подальше И если мы посмотрим На задачу Сделать все-таки Бренд У которого есть Цель Нечто большее Чем вот В эпоху индустриализации Купи-продай То здесь Есть неограниченные возможности На экране Вы видите Мальчика с протезами Знаете, что это за протезы? Есть какие-то предположения? Здесь в принципе Все как написано Но вы не можете Прочитать Потому что мелко Хорошо Не буду вас мучить Это сложная задачка Это футболисты Там внизу Полагаются протезы Имитирующие Живую Бионические движения? Это да Это само собой Потому что если мы говорим О современных протезах Они естественно Имитируют Бионические движения Эти футболисты Видно Внесли финансовую поддержку Для этого мальчика Сделали ему эти протезы Нет Это было бы слишком легко По поднятой руке Не с места Давайте в микрофон уже Арчем Да Пока Алена идет Давайте Я думаю, что эти протезы Сделали На основе Слепок Нок футболистов Может Тепло Почти горячо А здесь был уже Здесь было Примерно то же самое Похоже Просто хотелось сказать Что футболисты Пришли им Сделали Не знаю МРТ ноги 3D-скан ноги Сделали 3D-модельку Потом отпечатали Размножили Просто на всех мальчиков Которым нужны эти протезы Правильно Молодец Ноги Как у футболистов Ребенок У которого нет возможности Бегать Играть в футбол Казалось бы Зачем он будет смотреть На этих футболистов Которые бегают А он не может Но здесь мы говорим О некой эмоции И эти футбол Действительно Эти протезы Были сделаны Таким образом Что ребенок Который хочет Заниматься спортом Для которого Это кумиры Вот он Прямо У него плакаты Эти висят И он получает протезы Это ноги Как у футболиста Это очень классный Такой вот Эмоциональный посыл И вы здесь понимаете Что здесь важна Не функция То есть функция Она сама собой Это такой гигиенический фактор Мы называем Здесь важна эмоция И вот этот проект Лекс ту флай Он в моем понимании Классный Вот когда мы говорим О использовании Селебрити А в данном случае Это были селебрити Известные футболисты Я бы здесь хотела Вас предустеречь Если вам придется Формировать Собственный бренд Либо какие-то бренды Другие Об уместности Вот где-то селебрити Уместные А где-то нет Вот вам картинка Тоже Интерактив Как вы считаете Вот здесь вот три Есть персонажа Какой или какие Из них лишние Ладно, подсказку дам Бренд Саламсу Это бренд воды Ты из Казахстана Еще подсказки Еще подсказки нужны Не-не-не Я думаю, что здесь уже достаточно Я уже ответ практически дала ребятам Кто не казах? Ну да Все очевидно Я просто с вами хотела пошутить Да, на самом деле Бренд Саламсу И вот слева Это Димаш Он Суперстар Его голос И вот Все такое Соответственно Казахстан гордится Что у них есть Димаш И Димаш является Амбассадором бренда Саламсу А вот два человека справа Это люди, которые разрабатывали этот бренд Они тоже гордятся этим брендом Потому что Вот мой партнер Алексей Андреев справа И Фара Кучкаров Он узбек То есть это тоже Средняя Азия Но подальше немножко Поэтому я Такой был вопрос с подвохом Может быть вы бы его оставили Все-таки для рекламы бренда Саламсу Вот они неуместны Святой источник Тоже бренд, который делало Наше агентство Вот Кристина Арбакайте Она хорошая певица Она в хорошей форме И вот насколько уместно Я сейчас не хочу давать какие-то суждения Тем более это наш клиент Мало ли что Но вот насколько это уместно Если мы знаем историю рекламы Этого бренда То вот когда ты встаешь В ряд с другими Замечательными людьми Исполнителями Или серебрити У меня в голове, честно говоря, диссонанс Святой источник Почему? Брежнева Шнур Кристина Арбакайте Что? Мы про что вообще говорим? Вот уместность использования серебрити Это вопрос очень важный Поэтому здесь важно понимать Либо вот поближе к вам Да? Монеточка Недавно стала лицом бренда Ашан В бренде Ашан есть СТМ Это собственная торговая марка Которая называется каждый день Да, Монеточка пела такую песню Но я понимаю даже интенции Ашана Да, Ашан хочет привлечь Молодежную целевую аудиторию Вот вам Монеточка Вот вроде как все сошлось Но сошлось ли? Не знаю Вам решать То есть пойдете вы после такой рекламы В Ашан или не пойдете Хорошо ли Монеточки-то вообще После этого будет? Вот неизвестно О, видите? Мне когда перед сегодняшним выступлением Рассказали про эту бутылку Я очень обрадовалась Потому что я говорю О, классно Мы на одной волне У меня тоже есть Бузова Вот смотрите Кому будет хорошо от этого продвижения Это другой тип селебрити Вот мое личное мнение Что Ольги Бузовой плохо точно не будет Она продвигает очень многие бренды Ее лицо Вот это ее имидж Будет ли лучше от этого пятерочки? Будет Уже было Поэтому видите Вот все меняется на все Но тем не менее Работая с такими вещами Работая с селебрити И формируя свой собственный имидж То есть вы какой имидж хотите себе сформировать? Потому что можно поддержать Можно не напортить А можно извините И все заново начать в какой-то момент Доверие Опять возвращаемся То есть мы доверяем Вот после таких коммуникаций Бренду человека Селебрити Блогера Неважно Инфлюенсера Или не доверяем Он испортил что-то Или не испортил Доверяем ли мы бренду Который он продвигал Промотировал Это те вопросы На которые Каждый даст себе ответ Я для себя ответ Вот такой вот вижу То есть в моем понимании Профессиональном Необходимо иметь связь Между именем И деятельностью человека И тогда Вот эта взаимосвязь Она будет более очевидна И тогда она будет более понятна Людям на которых это направлено Ну здесь вот в качестве примера Это Фил Найт Основатель бренда Nike И Фил Найт Не имеет имени В логотипе Или в компании Но тем не менее Это человек Который сделал все Для того чтобы этот бренд Стал таким Которым мы его знаем сейчас Если говорить про Россию Есть разные типы Взаимоотношения бренда И бренда Например человек Бренд То есть Тинькофф И Тинькофф Банк Когда человек Занимается своим делом И дает свое имя Для этого бренда Хотя вот кто постарше Помнит что начиналось Все совсем с другого Помните с чего начиналось? Пиво Да То есть пиво Банк Это ну или финансовые структуры Потому что сейчас Это не только банк Это разные вещи Но все течет Все забывается И имидж Каким-то образом Личного бренда Все равно корректируется Сейчас это так Есть другая конфигурация Которая называется Бренд-человек Вот например Юля Высоцкая Она тоже попадает Под это определение Потому что это человек Ну который правда готовит Вот она готовит Ее показывают по телевизору Так родился бренд Едим дома Это другая конфигурация С точки зрения бизнеса Потому что это франшиза И этот бренд Может быть Вот на всем Том Что связано С едой И даже не только С едой Потому что сейчас Этот бренд Используется Еще и для нон-фуда Но так или иначе Связанный как-то с кухней Поэтому происходит Немножечко размытие Но не это Александр Демин Исплат То есть это человек Который создал этот бренд И я не знаю Как сейчас Я давно не пользовалась Этой торговой маркой Но раньше На протяжении долгого времени Возможно сейчас тоже Даже вот в коробочке Вкладывались такие письма От владельца бренда Это персональный подход Когда мы говорим Что человек о нас заботится Бренд о нас заботится Вот пожалуйста Вот он мне письмо написал Это классно Ну и мой любимый Штефан Когда он персональную ответственность И я бренд Я человек Демонстрирует Говоря о том Что отвечает За качество продуктов И ставит это на упаковку Еще один момент Бренд with purpose Это английское выражение Для тех кто Ну я все равно буду проводить Наверняка вы это все знаете Просто в русском языке Мне кажется нет такого понятия А в английском звучит хорошо То есть это бренд У которого есть какая-то миссия Какая-то цель Которая необходима Ну для человечества Для вот больше чем Вот купи-продай И сделай какую-то историю Которая заангажирует И то же самое у человека Вот бренд with purpose Это я вам хочу сказать Такой инсайт В коррегативной В коммуникационной индустрии Это сейчас тренд номер один Вот это самое главное На что сейчас смотрят В мировом коммуникационном сообществе Это самое главное На что смотрят в сфере дизайна И в сфере брендинга В том числе персонального брендинга У меня масса есть примеров Когда люди создают бренды С предназначением Все знаете артиста Уилл Смит И вот у него есть сын Который создал бренд воды Just Water в Тетропаке Это бренд with purpose То есть за этим стоит человек Но он говорит о том Что хорош уже пластик использовать Все океаны там плавают в этом пластике Рыбы бедные задыхаются Поэтому давайте вот что-то Более такое экофрендли делать Это бренд with purpose Если крот Все знаете бренд Beeline Что вы можете рассказать Про бренд Beeline Какие у вас есть ассоциации Пчелка Еще что Светлаков Давайте по поднятой руке И в микрофон Артем Рева Шаги за гиги Гиги за шаги Пока терпинговые соревнования Поддержка экстремальных видов спорта Экстремальные виды спорта Так еще Вот смотрите Я провокатор великий Вы сейчас накидываете Такие ассоциации Которые Beeline Пуляет в общество Вы же откуда это знаете Вы же не работаете Наверное в компании В импелком Но вы это знаете Потому что вы собираете Эту информацию из внешнего мира То есть вы знаете Светлакова Вы знаете вот все это То есть это коммуникации А знаете ли вы Дорогие мои Про этот проект Лиза Алерт А знаете ли вы Кто сделал этот проект Возможным Для широкого использования Билайн Билайн Вот смотрите А теперь давайте вернемся К коммуникации Я не буду говорить За всех Я буду говорить За себя Я хочу жить В обществе Которое Не только Делает фан Да То есть Конечно Я тоже люблю Посмеяться Пошутить И все такое прочее Но мне иногда Хочется как-то понять Что Ну как Не все Не все юмор Или не все там Деньги товар Деньги товар Не все какая-то выдумка Хочется что-то Как бы другого Хочется понять Вообще Куда мы идем Что мы делаем И вот в моем понимании Если бы Билайн Как-то больше Рассказывал про это Он рассказывает Он рассказывает Про Лиза Алерт У них есть и коммуникации Но вот если говорить О массовых коммуникациях Я лично Например Не видела То есть Я была на встрече В компании В Мпелком И когда мне рассказали Про это Я говорю Блин Ребята Это же так классно Я абонент Билайна Я теперь чувствую Гордость какую-то Потому что Это бренд With purpose То есть Это бренд Который Вспоминаем Лего Вспоминаем Массу других брендов Который инвестирует В какие-то хорошие дела И я хочу быть причастным К этому бренду Вот помним Саморазвитие Самореализация Самоидентификация И так далее Вот я рада Идентифицировать себя С брендом Который делает Что-то полезное Для общества А они делают Очень классные штуки Потому что Это поисково-спасательные отряды И если говорить О персональном бренде Здесь, кстати, тоже Лиза Это девочка Которая потерялась В лесу И ее именем Названа эта инициатива Это немножко другая история Чем мы до этого обсуждали Но тем не менее В этом тоже есть Определенная персонализация Вот говоря о брендах О людях Ведь бренды делают люди Вот мне бы хотелось Чтобы наше общество Немножечко посмотрело Или начало смотреть Или не просто смотреть А еще и делать Вот в этом направлении Чтобы создавать Какие-то ценности Которые соответствуют Ценностям современного общества Но Вот мы хотим Быть брендами Мы хотим Влиять на мир Мы хотим влиять на общество Но мы должны понимать Что То Что мы говорим То Что мы делаем Даже то Что мы думаем Потому что мысли материальные Это ответственность Вот я сейчас несу ответственность За те слова Которые я вот так вот Кидаю в зал За те мысли Которые я возможно Там поселю В ваших головах Если ты хочешь Формировать свой бренд Если ты хочешь Быть инфлюенсером На любой стадии Ты несешь ответственность И ты должен готов Принять эту ответственность На себя Интересная статистика От компании Лего 65% детей В детских садах Будут иметь профессии Которых сегодня Не существует Только подумайте Вот мы с вами Формируем будущее О котором мы вообще Ничего не знаем Я когда училась в школе Я вообще Как бы у нас не было интернета Я писала свой диплом На печатной машинке Правда Я сейчас не шучу У меня потом В каком-то момент Появились дискетки Вот эти вот Которые нужно было Засовывать в 286-й компьютер Сейчас Если ты у ребенка Спросишь Про дискетку Он тебе что ответит-то? Это что? Да и много таких вещей Я уверена Что мы даже с вами Найдем какие-то вещи Которых я знаю А вы нет И наоборот Вот мы сейчас с вами Я Вы Мы формируем будущее Наших детей Которые Мы не знаем вообще Кем они будут И что они будут То есть мы несем ответственность Поэтому Что мы можем сделать? Вот Есть тренды Да? Есть тренды Это Ну как социальные Такие явления Которые идут В обществе С разной скоростью Где-то они идут Быстрее В каких-то странах В каких-то странах Они идут медленнее Но тем не менее Какие-то изменения Все равно происходят А сейчас Они идут Очень быстро По крайней мере Они выявлены Вот в мировой повестке Здесь они Обозначены Это изменение климата Это устойчивое развитие Защиты окружающей среды Sustainability Так называемая Diversity И инклюзивность Вот это вот Четыре тренда Которые стоят В глобальной повестке Это четыре тренда Которые По мнению экспертов Будут формировать Бренды Личность И общество В ближайшее время И Я хочу Закончить Мое сегодняшнее выступление Такой вот цитатой Элвина Тоффлера Это Ученый Философ Футуролог Которого уже нет Но тем не менее Он сказал Что в 21 веке Неграмотными будут читаться Не те Кто не умеет читать И писать Как это было В 20 веке А те Кто не умеет Учиться Разучиваться И переучиваться И пусть это будет Моим таким советом Вам Учитесь Я учусь Я до сих пор Мне 45 лет Я каждый день Учусь Впитываю Какие-то вещи Я отбрасываю Я разучиваюсь Я не хочу об этом знать Я переучиваюсь Вот находитесь Постоянно в этом поиске Поиски себя Поиски своего предназначения И действуйте Потому что мало искать Вот я между прочим Подготовившись К сегодняшнему выступлению Прочитала все те правила Которые вам вчера Матвей Навдаев Рассказал Шестое правило Какое Делай Правильно Вот я вам рекомендую Делайте Мало придумать Идея без реализации Ничто Действуйте И будем мы тогда Жить все В хорошем Красивом Обществе Вау У нас с вами В пределах Десяти минут На вопросы Поэтому Емко Коротко Без биографии Как мы любим Первый сектор Пока не вижу рук Поэтому вот второй сектор Пожалуйста Давайте Вижу Представляться не забывайте Санкт-Петербург У нас Во-первых Спасибо вам большое Очень вдохновляюще Я думаю 95% всех людей Вдохновены Второй вопрос Социальный проект Да мы делаем Хороший продукт Скажем так Но Формирование бренда Мы не понимаем Не знаем Как это делать Нет ресурса Может быть Вы как-то поможете Да Как-то вот это Может быть Это какой-то Про-бона будет Да Потому что Большой масштаб Большой охват Все задействованы В рамках создания Именно продукта Но вот с брендом Сложно продвигать Что получит Человек Которому ты предлагаешь Смотрите Ну здесь Не обязательно Наверное Денис Относительно Здесь произвучала Фраза Волшебная Про-бона Когда мы говорим О социальных проектах Люди могут В это инвестировать Это не секрет Компании Такая компания Как наша Безусловно Инвестирует То есть мы делаем Проекты про-бона Здесь Нужно Смотреть Взаимодействовать Пишите Звоните Давайте обсуждать Илья Давайте еще вопрос Из этого сектора Он большой И перейдем К третьему Вы так много Сказали Про бренды Которые рекламируют Известные блогеры Медийные лица Но достаточно часто Бренды Рекламируют Мультипликационные Персонажи Например Простоквашина Вологодский Пламбир Как вы считаете Почему Это делается Вот Девушка Видимо готовилась Скажите Вы смотрели Мой профайл А знаете Вы Что бренд Простоквашина Был разработан В депо И я вам хочу Сказать Что бренд Простоквашина Если вы Внимательно Посмотрите На мультик И на котенка Который на упаковке Это два разных котика Бренд Простоквашина Мультфильм И господин Успенский Да Это лицензия Но название А кот Это кот Это бренд То есть задача брендов Коммерческих Смотрите В данном случае Кот Матроскин Он такой же селебрити Просто он не живой И таких много Есть там аниме Их тоже используют Это нормально Есть Angry Birds Но это все Лицензионные продажи Персонажи Извините Если вы хотите Все-таки строить бренд Делайте что-то свое Селебрити Вот он сегодня есть А завтра нет Я вам святой источник показала Контракт закончился Что-то случилось с ним Делайте свое Не нужно селебрити То есть селебрити Для каких-то там Разовых акций Хорошо Простоквашина Если вы посмотрите Например Или поспрашиваете людей Молодых людей Маленьких Там 8-10 лет Спросите что такое Простоквашина Они скажут Это молоко Потому что Компания Была Айони Милк Сейчас данон Они формируют бренд Простоквашина Как бренд А не как Продолжение мультфильма Спасибо Третий сектор Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Женя Я из Смоленска Хочется поблагодарить вас За такую потрясающую лекцию И задать вопрос Спасибо, Женя С чего нужно начать Когда создаешь Свой бренд Есть ли какая-то Инструкция Или основные шаги Вопрос Не совсем по адресу Потому что Все-таки Наше агентство Ну и я Мы занимаемся В большей степени Брендами В других направлениях Но Вы знаете Методология Создания бренда Она всегда едина То есть Вам нужно сначала Будет Провести анализ Анализ Очень простой Он проходит По трем Ключевым аспектам Анализ Себя Как продукта Анализ Конкурентов То есть Вы же будете Там с кем-то Конкурировать Если вы хотите Сделать собственный Блог Посмотрите Какие есть еще Блоги И Анализ Вообще Вот тех Идей Которые вы Заложите В основу Себя Ну в данном Случа У человека Это может быть Разное Это может Быть его Образ Это может Быть его Мейкап И тогда Вы поймете С чего Вам начать А после этого Естественно Вы будете Знать Как вас Называть Потому что Если мы Посмотрим На сегодняшние Бренды У кого-то Есть свое Имя А у кого-то Есть свое Не имя Как вы Будете Выглядеть С кем Вы будете Общаться Потому что Ваша целевая Аудитория То есть Вы создаете Бренд Для кого Для себя Наверное Нет Вы создаете Бренд Для общества Определите Кто ваш Целевая Аудитория С кем Вы будете Коммуницировать То есть Например Если бы Я захотела Стать Инфлюенсером В молодежной Среде Мне надо было Что-то Работать Наверное С собой Сильно Еще один вопрос Здравствуйте Меня зовут Виктория Туманова Калининградская Область Спасибо за лекцию Как на пары Сходила Как давно Я сама Я являюсь Пиарщиком И Представляю Органы Исполнительной Власти И у нас Есть проблема Люди Стали Очень скромны Мы им Предлагаем Развить Их Личные Бренды Предлагаем Им Поддержку СММ Видеоролики И прочее Как прислужба Правительства Вплоть до Федеральных Каналов Люди Отказываются Что делать Как их Уговорить И объяснить Им Что они Сделают Правильное Дело Ну Создание Личного Спасибо Большое Виктория Создание Личного Бренда Это Личное Дело Каждого Вот я Такую Тавтологию Но вообще Здесь Нужно Сказать Что Штефана Дюра Я сегодня Дважды Показала Он бы Наверное Умер Потому Что Это Человек Который Говорит Я Ну Нет 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 Вот Он Тоже Он Не Хотел Этого Но Здесь Надо Понимать Ты Что Хочешь Ты Определи Вот Что Ты Как Человек Бренд Которого Которого Пиар Агентство Хочет Сформировать Что Ты Хочешь Это Нужно Тебе Это Нужно Твоему Бизнесу Если Это Нужно Твоему Бизнесу Но Ты Скромный Человек Ну Побари Себя Побари Себя Потому Что Это Нужно Твоему Бизнесу Вот Здесь Либо Ты Бизнесмен И Ты Делаешь Какое-то Вот Дело Либо Социально Значимое Либо Финансово Значимое И Тогда Это Работа С Людьми Да А Вы Как Хотели Вы Думаете Прям Все Хотят Бренды Создавать Из Себя Нет Четвертый Сектор Коротко Очень Екатерина Ахмау Югра Скажите Вы Сегодня Очень Много Рассказывали О том Как Бренды Зарабатывают Доверие А что Делать Если Бренды Теряют Доверие К примеру Рекламная Компания Рибок Или Недавний Пример Бургер Кинг Ситуация С Иркутской Областью Нужно Либо Возвращать Клиенты Все равно Останутся И Будут Приходить К тебе И покупать То Что Они Раньше Покупали Спасибо Большое Вам Включать Но Воздержалась От включения Этой Картинки В свою Презентацию Знаете Вот Как В жизни Тебе Все Пошло Не так Но Ты Встань Отряхнись И Иди Дальше И Такой Жа Совет Всем Тем Брендам Которые Получили Какой-то Негативный Эффект От Рекламных Компаний Встань Отряхнись Сделай Работу Над Ошибками И Иди Дальше Все Пройдет Люди Помнят Как плохое Так и хорошее Но самое главное Ну я По крайней мере Верю В такое Общество Когда люди Лучше Помнят Хорошее Если Бренд Делал Мне Что-то Хорошее Я Его Прощу Анна И Первый Сектор Наверное Заключительный Вопрос Пожалуйста Микрофон Байрас Азамат Республика Башкортостан Что Вы Скажете Про Региональные Туристические Бренды России Может Быть Какие-то Интересные Отличительные Практики Моменты И Сможете Возможно Прокомментировать Туристический Бренд Республики Башкортостан Терра Башкирия Спасибо Большое Терра Башкирия Замечательный Бренд Сделан Был Одним Из Членов Нашей Ассоциации Это Коллективный Труд Я хочу Сказать Что Регионы Не просто Должны Регионы Обязаны Развивать Свои Туристические Бренды И Есть Несколько Хороших Примеров Тула Классный Пример Я Сама Была В Туле Я Выступала На Туристическом Форуме Рассказывала Про Наш Бренд И Мне Показалось Что Ребята Просто Молодцы Сделали Классную Работу И Промотируйте Свои Бренды Своих Регионов Я Начала Сво Выступление С Иванова Потому Что Это Моя Родина Это Мой Регион Я Хочу Чтобы Моего Района Моего Региона Был Бренд И Здесь Только Вопрос К вам И Надежда На Вас Делайте Бренды Своих Регионов Это Классно Потому Что Нам Нужно Показать Что Россия Это Не Только Москва Россия Она Разная Она Многообразная Но Покажите Это Людям Потому Что Если Мы Не Будем Показывать И Не Будем Рассказывать Откуда Об Этому Узнают Да И Анна У Нас У Нас Есть Добрая Традиция Это Селфи Со Спикером Поэтому Не Да Не Заходя В Пределы Сцены Подходите К Спикеру У У Меня С С С С С Гаджета Никакого Нет Нет В С У У У У У У У У Меня Отобрали Сумку